солнце мои здрасте вам с одессы я заболела уже несколько дней температура вот поэтому нету ролика ловите костик он с утра уже работает весь работе бедненький у меня сейчас пока с утра нету температуры так я думаю хоть что-то вам скажу что вы знали где мы пропали но это вообще шикардос да лето жара на море надо ходить а я лежу с температурой ну вот да кто-то болеет очень получилось как вот тогда вот когда мы с ребятами сидели из днепра я наверное уже тогда была заболевшая потому что все вечером пошли купаться в море а я зашла по колено и говорю нет вода ледяная мне холодно ну вы представьте если костик он вообще не любит холодную воду и он говорил что классная вода и все хорошо а для меня она была холодная уже наверно тогда костик было с температурой а заболела я тогда помнишь когда мы снимали ролик холодно было и попали под дождь я приехала я такая вся была замерзшая потому что еще на велосипеде плюс да и я начала подкашливать и она наверно накапливалась накапливалась но его вылезло мне все теперь температурой короче лечусь он долго видеть ему яшу делает с утричка уже он чипочка на посту а смотрите опять какую гору всякого мусора с огорода там и ветки по обрезал ненужные траву умничка работает с утра мы идем покажу хурму божий дар слушайте у меня берут сомнения божий дар это или нет потому что показывали что она миленькая такая этот божий дар а у меня смотрите она крупненькая как бы такая да но не очень мелкая я бы сказала есть в этом году все будет хорошо если не опадет то попробуем что это и костика прививка вот сейчас я зайду туда покажу вам как прижилась в общем температура у меня 37 7 37 8 ночью вот сегодня было 37 2 вот утром пока что нет но через пару часов она опять начнет повышаться а может быть и нет поняли упала хурма блин так что я вот поэтому и говорю если не опадет вся то попробуем чё она упала ой она видите какая-то мягкая прямо вся вон с нее сок что же не хватает что не так прямо водянистая водянистая что это почему почему не знаю хотя я ее не заливаю я там раз в неделю может быть и два раза в неделю даже где-то так вот даю и вот сюда под корень дождевой водички и все она смотрите видите блин не знаю а что же хотела показать это костину прививку вот эта ветка смотрите она огромная уже просто выросла и листья такие хорошие то есть абсолютно нормально развитие идет вот-вот аж отсюда вот она идет на уже где-то полметра вымахала ветерочек у нас сегодня так где-то место прививки вот видите место прививочки я вот так вот перевязала потому что чтобы от ветра она не обломалась мало ли что то это как просто как страховочка пока я пока я там снимала смотрите он уже тут все поубирал связал узлом и вынесет выбросит это в мусор костик золото иногда бывает тут просто бриллина наработался ты конечно слушай я их я хочу золото моё умничка вы когда умничка тогда умничка то ничего даже сказать там молодец да хоть похвали то слушай хочу поговорить и за вот этих ребят там же все равно нашлась одна или там может и не помню там но комментарий был такой что типа о за фотографию развели ребята еще ребята вас должны были пивом угощать а ну расскажи правду как это было во первых никто не раскручивал лишь я буду одно это какой-то объяснять там пусть думаешь и хочет вы видите у него характер есть у него есть характер не собирается он не оправдываться ничего потому что никогда больше мы людьми посидели на полный удовольствие с ребятами пообщался нормально адекватные ребята не хотели нас отпускать и никто их не разводил они сами так пошли на пиво так идем 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 да это я всем такое вот это я всем такое говорю с вас на горыч это у нас так по одесски так а ну давай мы уже не придется больше не говорить такой да потому что люди не понимают неадекватные это понимает промах линейно что мы действительно на этом день из они нас не отпускали и значит паша сказал пока вот эти орешки мы все не доедим будем пить пиво помнишь и так получилось уже даже до самого вечера мы снимать а ребята суперовские да они такие грамотные умные с ними интересно так что они что они еще сказали что мы еще на шашлыки встретимся обязательно то есть у нас получился такой да отлично пообщались просто первый раз встретились а как будто же знали когда как будто открытые такие какие мы да они вот точно как мы такие мы сидели разговаривали уже действительно как и даже возрастные ограничения ничего этого не было скажи не чувствовалось возрастные ограничениях я сказала этот ребятам я болею возраст разница возраст так мы заводные сами мы сами молодые и они нас они они себя с нами чувствовали комфортно так же так что ребята хейтеры это для вас ребята еще появятся у нас это сто процентов эта встреча не закончилась вот так вот просто завидую да пусть завидует молча нормальные люди все понимают прекрасно когда ребятки еще приедут обязательно будут шашлыки вот посмотрите нормальные хорошие ребята паша паша и анечка вам привет объявитесь пишите в личку потому что мы так ушли и не обменялись телефонами вот это жалко но я сказала что вы можете всегда в личку написать есть там координаты так что до встречи такая гроздь висит прямо это ежевика черная магия ребята нашу вы думаете это у нас такой единичный случай нет конечно же очень часто подходят и давайте с нами по коньячку спасибо вам за вашу работу спасибо за ваш позитив привозят гостиницы иногда иногда говорят а давайте с нами кофе попьем пообщаемся но часто такое что мы действительно едем куда-то на срочные съемки или надо быстренько домой ролик редактировать да и чтобы все это увидели не всегда получается но здесь просто ребята нас захватили просто и потом отпускать не хотели ну здесь нет ничего такого мы дарим людям позитив и как-то те люди которым это очень нравится они хотят отблагодарить вот и все и никогда мы ни у кого ничего не попрошайничаем ничего не просим а вот это вот то что я там загоняю да это действительно это наша такое чисто фонтанская одесская так а ну с вас магарыч там или это вот это я помню это даже с детства такое шоу даже по соседски всегда там что-то сделаю так ну давай там с тебя это самое ты же помнишь себя причитается также ребята не обращайте на это внимание даже вот там как кому я говорила когда-то за этот магарыч а потом они отдавайте давайте я говорю да нет это я шучу все и мы себе поехали дальше никогда мы ни у кого ничего не берем так что а то что у нас получилось такое вот с ребятами тот кто пишет гадости пожалуйста завидуйте молча вот и все у нас жара стоит капитальная вот сейчас почти 32 градуса это в тени и это утро а что будет днем ну а я не могу идти на море вот так вот там меня спрашивали а как ваша хурмафую где она вот она показываю короче смотрите она пошла уже давать прирост второй раз за сезон такие хорошие крупные веточки но что-то мне листики не нравятся видите они как бы не раскрывать наверно мало влаги и она у меня здесь на самом-самом солнцепёке надо ее почаще поливать но в общем она очень хорошо идет в рост видите какое уже стало деревце вы помните был прошлом году такой вот один прутику то такой маленький прутик было сейчас надеюсь уже на следующий или через год попробовать первые плоды но если это тот сорт то она не должна вязать вот этой терпкости у нее нет в полу зеленом состоянии ее можно вот кушать как резать как яблоко в твердом состоянии то есть как хурма шарон у нас на базаре продается так называется шароны и режешь она твердая а терпкости нет и вот вкус хрустит как яблочко вот из-за этого я купила этот сорт вот они здесь прямо боже мой грозди просто грозди здесь смотрите очень много ну тоже же надеюсь что не попадают а я здесь вон смотрите класса балдеть да почему такие у нас дела ребятки смотрите здесь здесь она просто вся усеяна солнце снимать сейчас такого особенного ничего не могу потому что видите не очень хорошо себя чувствую но я хочу вам включить сюжет из прошлогоднего видео тогда я только начала свой канал и его очень мало просмотрели а видео достойная там рецепт просто супер овский вот сейчас посмотрите пожалуйста и я всем советую приготовить надеюсь скоро выздоровлю и все войдет в обычное русло всем хорошего дня мирного неба давайте сделаем мясо в банке такое чтобы вы могли в любую минуту баночку открыть и у вас готовая нарезка на бутерброды или на тарелочку с чесночком с горчичкой вкуснятина гость на пороге у вас закуска всегда есть но это не тушенка давайте готовить на литровую баночку где-то идет 850 грамм мяса мясо свинина это у меня грудинка или как его еще называют пузанина самое дешевое мясо на базаре но банки но будет очень вкусная можно взять кусок шеи можно взять лопатку если у вас беточная часть это вообще будет шикарно в общем режем на такие крупные куски чтобы они вошли в банку мясо нарезали вот на такие хорошие порционные куски крупные теперь берем большую миску и смешиваем специи какие только вам нравятся и что у вас есть у меня паприка красная но это обязательно для цвета мяса тогда она у вас будет очень красивая кориандр черный молотый перец чеснок сушеный базилик и есть такая вот у меня смесь приправ для сала все теперь это все перемешиваем и обмакиваем очень хорошо куски нашего мяса а солить мы будем уже непосредственно в банке куски получились очень красивые яркие красочные и ароматные так что у нас баночками берем чистые литровые банки на дно лавровый листик веточку розмарина перец горошком штук пять-шесть если веточки розмарина у вас нет не надо но с ней это будет вообще бомба запах теперь соль если на пол литровую баночку мы кладем не полную чайную ложечку соли то здесь мы кладем вот так с горой и не бойтесь что мы добавляем непосредственно в банке при варке там вся соль разойдется и мясо с солью подружится перемешается и все будет очень хорошо чесночок по три зубчика также добавляем баночку и докладываем не до верха но так как положено прикрываем крышечками слушайте уже такой аромат оттуда идет бомбезный там столько разных специй так что я думаю что это получится очень вкусная закусочка и идем готовить стелем на дно кастрюли ткань устанавливаем баночки заливаем водой накрываем крышкой и варим на медленном огне два с половиной часа после этого закатываем крышки всем привет у нас новый день сегодня потеплело ветра нет солнышко птички поют вчера вечером закатала баночки которые варила мясо они ночь постояли застыли охладились посмотрите что получилось на базар покупать буженину больше не ходим сами делаем дома запах невероятный в банке мы ложили мясо разное более жирная более постная поэтому на тарелке у нас получилось ассорти с черным хлебчиком зеленым лучком зеленушкой знаете чего сюда еще не хватает всем скорейшего окончания войны и мирного неба